Парк в себе имеет историю. ...поится о церкви впервые. Вот, это как не любят себя, а защищать правду Божию. Это классическая история, а люди премия стал Антиох-Эпифан. Хорошо, ребят, я хочу, чтобы мы, хочу предложить вам, чтобы мы немножко еще для как бы большего, что ли, усвоения вернулись к третьему пункту. Напомните мне, что там за третий пункт у нас был? Конфликтные убеждения. Конфликтные убеждения или так называемые рациональные убеждения? Я хотел бы, чтобы мы, ну, помогите мне вспомнить, что это вообще такое, что это за, что такое, что за конфликтные убеждения? Ну, это уже пример, а вообще, что такое конфликтное убеждение? Что это такое? Почему оно конфликтное? Что это за проблема? кому хорошо интересная мысль я понимаю хорошо хорошо давайте мы попробуем вот в каком-то отвлеченном понятии увидеть если в этом понятии у нас да у кого-то из нас допустим какие-то иррациональные такие убеждения допустим возьмем наташу наташу возьмем тебя выйди пожалуйста ну что делать ну раз ты всегда выходишь ты уже должна была да кстати видишь хорошо ты сейчас нам код как бы группе расскажешь что ты думаешь допустим о такой вещи как дружба допустим дружба дружба нормально отвлеченное понятие это не будет касаться там вот просто подумай и вот просто главное какая просьба не надо обдумывать просто вот открываешь устой начинаешь говорить я вот я считаю ли мне кажется что дружба вот это и пошла пошла говорить о дружбе во всем что связано с дружбой мы внимательно слушаем и то что мы ищем в речи наташи да если там какие-то рациональные убеждения что могут послужить конфликтом впоследствии если как бы эти убеждения не останутся всем понятна задача поехали громче или нормально слышно всем пожалуйста громче если я пытаюсь всегда помочь другу если он находится в сложной ситуации не 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 нормально говори просто это это просто ты должна просто так говорить не думай там правильно это неправильно сколько это правильно сколько это рационально ли просто говори то что есть вот так вот это ж не экзамен мы тебе не будем ставить оценки я считаю, если друг, настоящий друг для меня, тогда как бы отношения, несу какую-то ответственность за его состояние, так как он может быть, допустим, нуждается в чем-то, да, либо наоборот он находится в хорошем настроении, в радости, да, то есть мы, ну как бы я должна поддержать его в этом тоже. Ну ты говоришь, всем слышно? Это для меня, да, то есть переживать с ними разные этапы жизни, но довольно ответственно быть хорошим другом, так как, ну, нужно в любой ситуации, если ты на самом деле друг, быть отзывчивым к нему. Вот, и если, ну, где-то даже нужно не особо обращать, переживать себе о себе, чем-то пожертвовать, возможно, для него, потому что если это, ну, на самом деле для тебя важный человек. Хорошо, спасибо. Спасибо. Останется пока на минутку. Ладно, если тебе удобнее, можешь сесть. Хорошо. В общем, все было услышано и все было понято. Нашел ли кто-то в речи Наташи, и это не связано лично с ней, любой человек, который сидел бы здесь, даже я, если бы я о чем-то говорил, вы увидели бы, что даже в моем мнении, хотя я знаю о вот этих иррациональных убеждениях, они будут присутствовать. То есть они присутствовали в речи Наташи. Что-то, ее какие-то убеждения, которые могут спровоцировать ее на конфликт в понимании дружбы. Кто-то заметил хотя бы какое-то иррациональное убеждение? Оксана? Наташа, она позиционирует дружбу как то, что она является спасителем для своего друга в очень многих ситуациях. Что здесь иррационального? Что здесь такого? Почему ты считаешь, что это конфликтное убеждение? Ну, во-первых, это убеждение, что она всегда является ответом на ту нужду друга, в которой он будет находиться. Что здесь конфликтного? Дело в том, что придет такой момент, когда друг не проявит благодарность. Она не говорила о благодарности ничего, что она ожидает благодарности. Она сказала, что она чувствует на себе ответственность приходить на помощь своему другу в любой ситуации, жертвуя даже собой. Правильно я тебя понял? С вещами, с собой, с чем-то личным временем, своим личным счастьем. Просто обиженность в том, что друг постоянно почему-то в чем-то будет нуждаться. Это может быть ущербный этот друг. Я сказала, что переживать так же и хорошие. Ага, да, ну ты говорила об этом. Но больше ты все-таки говорила, что вот друг, мы согласны с этим, это правильно, что вот в трудную минуту, друг он рядом, он поддерживает. Оксана, я понял, что ты говоришь. Молодец, спасибо. Виктор. Я мысли Оксаны поддержу. Получается, вот она так настроена хорошо, то есть в любом случае мы сейчас не осуждаем, не даем оценку, где может быть конфликт. Друг может не принять эту жертвенность. Друг может не должным образом не оценить эту жертвенность. Потом еще по поводу жертвенности. То есть, просто чтобы это привязать непосредственно к словам Наташи, мы можем сказать, что ее убеждение, что она обязана прийти на помощь другу, когда она считает, что он в этом нуждается, иррациональное. Потому что может быть он вообще не считает это проблемой, то, что ты считаешь проблемой. Может быть он вообще не нуждается в твоей помощи, которую ты даже предлагаешь, жертвуя чем-то для тебя драгоценным. А он про себя думает, чего она ко мне лезет, к примеру, так же? То есть, я же ее об этом не просил. Может быть еще конфликт внутри самого себя, когда ты не смог оказать ему помощь, и считал себя обязанным, и начинаешь себя за этим. Естественно, если мы относимся так к кому-то, то подобного поведения мы ожидаем и к себе. Я же к тебе прихожу на помощь. Настоящий друг всегда придет на помощь сам. Его никто не зовет. Я же, меня не надо звать. Правда? Вспомни, пожалуйста, с чего началась твоя речь о дружбе. Вдруг мой друг для меня очень важный человек. Может ли это быть иррациональным или нет? В чем? Для некоторых может зависимость от друга. Избыточная важность. Четвертый пол. Мы можем считать, что он важный, а друг может так считать. Вот. Понимаешь? В чем бывает конфликт? Когда, допустим, потому что у нас есть такое социальное эхо внутри нас. То есть, если я посылаю к любовь кому-то, я жду ответной любви. Это, в принципе, нормально. Хотя более высшая тема духовности, это любить, не нуждаясь в ответных чувствах. То есть, Бог любит, несмотря на то, любим ли мы Его. И наша нелюбовь Бога не может в нем изменить его отношение к нам. До приоритого момента, когда Бог сам решит изменить свое отношение. Так же? То есть, Его любовь не зависит от нашей. Он решил любить, Он любит, не нуждаясь в ответном чувстве. Мы, по сути, как люди, порой нуждаемся. Если я говорю, что этот человек для меня очень важный, я также буду хотеть быть важным и для него. Правда? И если этой важности я не буду чувствовать в его жизни, меня это может немножко ранить. Как ты думаешь, может такое быть или нет? Ну и друг относится к тем нескольким важным для тебя. Ну, я не архи таким, конечно, но важный человек. Я не могу сказать, что для меня ничего не значит. Вот он такой же, как мой знакомый, с которого я раз когда-то там увижусь, поздороваюсь. Нет, это мой друг. Я к моему другое отношение. Ну, совершенно не так. Хорошо. Может ли вот такое внутреннее решение стать причиной для некоторого конфликта у тебя, допустим, с этим человеком? То есть вот осознание, что он для тебя очень важный. Может ли это решение стать конфликтом? Ну, тут такая позиция твоя, да, конечно, лично для тебя. Ну, как? Ребята, я просто хочу, чтобы вы поняли, что сейчас происходит. Потому что, может быть, вы не совсем понимаете. Я ни в коем случае не хочу повредить какую-то нормальную установку в нашем сознании, которая присутствует, и она нормальная, да. Что в нашей жизни есть важные вещи. Но степень важности, когда мы определяем важность этого элемента в моей жизни, должна быть осознанной. Допустим, к примеру, этот друг для меня очень важный. Когда я этого человека наделяю такой большой важностью для себя, я ставлю себя в некоторую кризисную ситуацию. Потому что если я его сделал, смотри, если я сделал его для себя очень важным, то то, что связано с ним, будет прямо влиять на мою жизнь. Поэтому это нельзя делать необдуманно, да. Я правильно с тобой согласен, что у нас не может быть сотен друзей. Это не так по природе. Но всякий раз, когда я принимаю решение сделать этого человека важным для себя, я в какой-то мере открываю для него часть своего сердца, часть своей души. Я впускаю его в свою жизнь, и я должен понимать, что это достаточно ответственная вещь. И в этой сфере я могу быть уязвимым от этого человека. Правда? Поэтому мы это делаем обдуманно. Я понимаю, что расставлять границы так же. Невозможно отпустить человека просто в целую помощь, чтобы он варить на все твое пространство. Хорошо. Могли ли бы мы как-то по-другому для себя сказать, что этот человек для меня имеет значение? То есть в моей жизни этот человек играет немаловажную роль. Может ли это, вот мое даже вот такое убеждение, что этот человек для меня играет определенную роль в моей жизни, но не называя его очень важным для себя. Нет, невозможно, да. Возможно, я так выразилась, как мне совсем не проголосила. Но для меня этот человек для меня не просто, допустим, друзья. Я понял. Ребята, смотрите, имеет ли разницу в моем собственном восприятии ситуации то, как я это называю? Я скажу, да. Если я скажу, что эта вещь, сам себе скажу, она для меня очень важна, такую же важность она займет в моей жизни. Такое же место займет. Если я скажу, ну да, это как бы имеет значение для меня, но не наделю это большими полномочиями. То есть, понимаете, дело в том, что в нашем собственном сердце мы сами расставляем приоритеты. Почему, как Господь говорит, пуще всего хранимого ты, храни свое сердце. То есть, мое сердце, кроме меня, никто не может хранить. И если, допустим, я просто предлагаю такую мысль, я не буду наделять какого-то человека или ситуацию осознанно. Я буду уменьшать его важность в моей жизни, таким образом я буду чувствовать себя безопасней. Как вы считаете, это разумно или нет? Или это может быть как-то не по-христиански или как-то... А что именно? Если я, допустим, в моей жизни я формирую отношение к чему бы то ни было. Я могу это отношение сделать большим, я могу это сделать умеренным, я могу эту вещь и отношение к ней осознанно занизить. То есть, если мы что-то возвышаем в своей жизни осознанно, мы должны понимать, что если я это делаю важным в своей жизни, это как бы такая... Чем больше человек важный или вещь важная для меня, тем больше я уязвим. Вот так я могу сказать. Чем меньше в моей жизни важных вещей, тем более я защищен. И если, к примеру, ну допустим, я не сравниваю с людьми, это нельзя сравнивать с друзьями или кем. Если для меня этот телефон, чем меньше он для меня имеет значение, в моем сознании, тем легче мне жить. Правда? Или машина, или работа, или, допустим, извините, та же самая дружба, потому что люди очень нестабильны. Так же? Можно дополнить? То есть, я что думаю, если больше будет ответ, по моему мнению, что если мы посмотрим на дружбу сквозь призму, что для меня рациональное будет. То есть, для меня рациональное будет, то есть, я ни в коем случае не умолю такого понятия, как дружба и родной, близкий человек. Но как я буду мыслить рационально, при этом ее уважать и ценить, то я ему давать буду возможность, право на ошибки, которые для меня уже не будут больные, и с его стороны, потому что я буду знать, что он может тоже ошибаться, и тоже может делать какие-то неправильные поступки, даже по отношению ко мне. Но это не умолит моего уважения и моего отношения к этому. Ну, если есть возможность, важность любой вещи, если мы сейчас говорим о вещах, и в том числе влияние других людей в нашей жизни, если можем это уменьшить, я бы вам рекомендовал это уменьшать осознанно. То есть, этот человек для меня очень важен. Да? Ну такие мысли просто возникли. Сейчас, одну секундочку. Наташа, я чувствую, что я тебя немножко смутил. Ты немножко запуталась, нет? Я хочу просто... Потому что это такой, знаете, вопрос достаточно тонкий, и его нужно понять правильно. Можно? Да, пожалуйста. У меня пример был. Попробую ответить, если поможет. Вот у меня есть друг, у меня есть близкие отношения с ним. Я все время обижался. Вот обижался не производным, а обижался. Потому что я все время был инициатор всех станков. Всех встреч, я звоню, звоню, звоню. Конечно, мысли приходят. Что ж это за друг, когда ты инициатор? Потом просто эту ситуацию отпустил. И отношения... То есть я поменял свое отношение к этой проблеме. И эта проблема перестала тебя беспокоить. Хотя для меня она поначалу была очень важной. Потому что я со своей точки зрения придавал очень важные... То есть ты навязывал вашим отношениям важность, потому что для тебя это было важно. И ты эту важность начинал навязывать в какой-то мере и человеку с другой стороны. Почему кто-то из вас и подчеркнул, что если, допустим, эту важность он не воспринят, если для него ты не будешь такой же важной, как он для тебя, это может внутри тебя вызвать какой-то дискомфорт. Знаете, я уже даже оправдываться сейчас начну. Я как они... Наташа, смотри, секундочку, секундочку. Я просто хочу, чтобы... Я не навязываю свое присутствия, звонков или чего-то еще своим друзьям. Правда, но мне так кажется. Ребята, извините, Наташа. Просто я попросил тебя сказать первое, что придет тебе в голову. Ты сказала то, что просто импульсивно ты сказала. Что-то, конечно, в этом есть как твое убеждение. Мы сейчас не разбираем именно твои слова или модель твоего поведения. Мы просто разбираем то, что ты сказала. Любой другой человек... Допустим, мы Сашу сейчас позовем. Саш, иди сюда. Я не очень красноречия. Ничего, нам не надо красноречия. Саш, у тебя есть семья? Дети есть? Нет, хорошо. Значит, мы Стаса позовем. Стас, иди сюда. Стас, давай, допустим, о детях. Вот у тебя четверо детей. А что-то до меня. Давайте, давайте, хорошо. У кого пять? У вас пятеро детей. Пожалуйста. Ну, тут уже... Это такой аргумент, ну, вообще. Стас, молодец. Пожалуйста. Так, а ну подождите, я пойду, посмотрим брата, у которого... Позвоню, приедь, пожалуйста. Позвоню, есть человек восемь. Сейчас приеду. Секундочку, можно, нет? Подождем. Ну, ты пока порассказывай, мы его подождем, пока он придет. Давай. Вот, допустим, дети. Что ты думаешь о детях? Дети, дети, это с Бога. Это классно. Это чудесно, замечательно. Особенно, когда они спят. Не, я шучу. Действительно, дети, это... Не мешай, не мешай. Нет, дети, это хорошо. Дети, это с Богом, у нас как-то однозначно, поэтому... Если бы не они, не знаю, где бы я сейчас был. Как говорится, без них нельзя. И с ними тяжело. Ну, молодец. Поэтому, все, молодец. Школа, жизнь, движение. Поэтому, как бы, да, тяжело. Пятеро. Каждый в свой характер. Но... Каждому нужен свой подход. И это, как говорится, ты развиваешься вместе с ними. Ты с ними обучаешься. Они с тобой, а ты с ними. В зависимости... Какой подход к ним нужен. В общем, будем говорить. Всю жизнь учишься, пока они взрослеют. Как ты по-своему. В одного один, в другого, в другой. Поэтому, в любом случае, дети, это хорошо. Замечательно. Очень хорошие слова. Дети, это всегда было хорошо. Никогда не был против. Если бы я был сильно против, наверное, не было бы ни ответить. Конечно, как бы были, да, привлекания. Но, как говорится, в любом случае, дети, это хорошо. Когда ты начинаешь понимать, когда у тебя все больше и больше с ними хочется заниматься, обучаться, гулять, несмотря на все остальное, на свое состояние, на отношения к близким, даже с той же женой. Но дети... В детях это все. Я, по-моему, Саша, подброшу пару иррациональных идей. Давай, давай. Дети очень хорошо, замечательно. Но я представляю для себя так, что дети, они должны меня слушаться. Это я так сразу вам для затравки. Я понимаю так, что если они мне слушаются, значит, они меня любят, потому что я тоже их люблю и стараюсь... Желаешь для них самого лучшего. А, я желаю для них самого лучшего. В любом случае, они должны слушаться, они должны внимательно выслушать, выслушать то, что им обязаны. Это их долг, как идей мы слушаем. И Писание об этом говорит. Так даже написано в Писании, почитай отца и мать. Это почитание, оно должно выражаться во всех их проявлениях. И если такого не будет, то это меня очень сильно... Дети, будьте послушны родителям, во всем написано. Да. Если только я замечаю, что они так не поступают, я очень сильно ровчаюсь, раздражаюсь, нервничаю. Не всегда они слышат то, что я хотел, чтобы они услышали. И меня это тоже... И чаще они вообще не слышат. Или делают вид, что слышат, а не слушают. Ну, естественно, вы понимаете, что то, что говорит Витя, это, скажем, Саша в общем сказал очень искренне о детях, что они всегда... Дети всегда это хорошо. Это рациональное или иррациональное убеждение? Бывает ли, ребята, что дети, это не очень хорошо? Бывает. Или это всегда хорошо? Нет, бывает, что плохо. Видите, вот смотрите, да? Некоторые вещи, которые в нашем сознании, они уже настолько отпечатаны, что это как определенное убеждение, да? Могут ли дети быть проклятием? Или они всегда благословения? Дети могут быть проклятием? Нет, нет, подождите, я этого не сказал. Нет, нет. Это Витя говорит. Что-то не только... Конечно, конечно. В потенциале, смотрите, Саша, может прозвучить так. Дети не должны быть проклятием. Так же? Да. Они могут стать проклятием для тебя, потому что ты можешь быть наказан в своих детях. Так же? Ну, и мы не говорим проклятие в искаженной форме, да? Но источником проблем для тебя. Не источником радости, утешения, а источником проблем и боли, и огорчения, и мучений. Хотя должны приносить благословения. Но так не должно быть. Но может быть. Смотрите, да? Иррациональное убеждение, оно говорит, что любовь это всегда прекрасно. Это неправильное убеждение. Любовь может причинять боль. Любовь может мучить человека. Если мы говорим о человеческих отношениях. Так же? Допустим, дружба это всегда хорошо. Некоторая дружба может стать источником проблем. Хотя в потенциале она должна быть всегда благословением. Деньги это хорошо или плохо? Но могут стать большой проблемой. Так же? Вот недавно мне Алиса рассказывала рассказ, кто ты написал про жемчужину? Стенбек, да? То есть, когда там ребята нашли жемчужину, где-то в Чили или где-лиф, где-то мне там раскопали. Бедная нищая семья нашла жемчужину и так радовалась этому, и как это стало вообще огромной проблемой для них, что они в итоге выкинули ее, потому что их жизнь перевернулась в другом направлении. Допустим, Саул шел по дороге, искал ослов, постречал Самуила, и его сделали царем. Это был хороший день для Саула? Наверное, в конце, когда он там умирал на горе, он думал, лучше бы и не было этого дня, лучше бы я до сих пор искал бы этих ослов, и никогда бы этого не произошло. Так же? Почему в Библии говорится, что бывает для человека удача во зло и находка в потерю? То есть, мы не всегда понимаем. Поэтому убеждение, что это всегда хорошо или всегда плохо. Другой мог бы все сказать, мы-то верующие, кто-то может сказать, что дети это большое зло. От них одни проблемы. Они никогда не благодарны. От них ничего хорошего не получишь. Это тоже неправильное убеждение. Так же? Не все дети плохие. Не всегда дети это зло. Правда же, да? То есть, смотрите, рациональное убеждение, это когда ты допускаешь, что может быть так. А может быть и иначе. Потому что если в твоем сознании ты не допускаешь этого, когда это начинает происходить, у тебя конфликт. Допустим, когда девушка мечтает о ребенке, она в своем сознании рисует самые радужные картины. Как ребенок бежит к ней, тянет ручки на фотографиях. Как он говорит первый раз, мама. Как она у груди держит младенца, и как будто у нее даже такой ореол здесь вот такой появляется. И над его пушистым теменем тоже такое сияние. А не как он грызет ей сосок, как он не дает ей спать, как она уже такая косая, кривая, она уже не знает, что с ей жизнью приключилось с появлением этого ребенка, который должен сделать ее жизнь радостной. А мы-то говорим, дорогая, это только начало. Маленькие дети, маленькие проблемы. Если она этого не видела и не понимала, у нее катаклизм начинается в сознании. Сестры, матери. Бывали такие моменты? Пожалуйста. Я когда родился сын, и через полтора месяца, когда он вискутал день с ночью, ко мне пришла патронажная медсестра. И первый вопрос я ей спросила, сколько у вас детей? Она говорит, две девочки, каких хороших. Мысль у меня в голове была, боже мой, две девочки. Она забыла, как она родила первую, она еще захотела вторую. Для меня просто было удивление, если у человека там двое, трое, опять это вообще. Это вот отец-герой. Да. Я могу сказать, что касательно детей, какие бы дети не были, да, каждого свой характер, и каким бы как бы там не говорили, что дети рода зло, или еще что-то. Каждому ребенку, как говорится, надо свой ключ, свой консот найти. Конечно. Поэтому, какая-то ситуация не была с ними, надо находить ключ. Саша, но ребенок может стать злом в жизни человека, его родившего? Может стать его проблемой, или нет? Как ты считаешь? Или всегда он будет источником благословения и радости? Он будет не желан. А, если он не воспитан. Это подпитание. Допустим, смотрите, история Илья, священника. Он пострадал, и не только он, весь его род пострадал, из-за чего? Из-за его детей, которые фактически ему дал Бог, которые были в его служении, но из-за того, что Илья не воспитал их нормально, они стали причиной его разрушения, его жизни, и всего рода вообще. Так же? То есть, смотрите, что я хочу подчеркнуть. Дети, мы можем сказать так, более правильно, и это имеет значение. Если от пересловки мест слагаемых сумма не меняется, то в этом случае меняется все. Более правильно сказать, дети всегда должны, должны, не обязаны, не всегда, дети всегда должны быть радостью для нас. если при этом мы правильно к ним относимся, правда? Нашли ключ, хорошо воспитали, но если этого не сделать, я должен понимать, что может быть и не так. Вот это рационально, так же? Потому что вот, если я второе исключаю, дружба, мне хотелось бы, чтобы моя дружба была важной и для меня, и для этого человека, как и для меня, допустим. Но если даже для него она не такая важная, но не страшно, для меня она главная, чтобы была важная, то когда мы допускаем, что может быть не совсем так, а может быть и по-другому, вот это более рационально, тогда мы как бы чуть-чуть более защищеннее, что ли. И когда, допустим, если к миру Витя, вот Витя озвучил шикарный набор иррациональных убеждений, дети всегда должны меня слушаться. Я им всегда говорю правильные вещи, потому что я их люблю. И когда они меня слушаются, они тоже меня любят. Если они меня не слушаются, они меня не любят. И меня это оскорбляет и ранит, и мне больно. Так что? Хотя на самом деле, я думаю, что где-то и у тебя есть такое мнение, что Дениташ, ну и тебя слушаются. Правда? Может не так категорично, как Витя это озвучил. Правда? Да, 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 да. Есть такое, я не отрицаю. Но дело в том, что еще раз, каждому ребенку нужен подход. Свой подход, сто процентов. Найти, как говорится, чтобы тебя ребенок слушал, это... Ну, многое зависит... Хорошо, Саш, давай еще такой вопрос. Должны ли дети слушаться своих родителей? Дети должны слушаться родителей. Да. Но соглашаться с их мнением тоже немаловажно, потому что если ты будешь многое отрицать, что это не так... Хорошо, смотрите, извини, Саша, смотри, допустим, я считаю так, что мои дети всегда должны меня слушаться. И мы привели несколько библейских текстов, говорящих прямо об этом. Дети, повинуйте своим родителям, как Господу в некоторых случаях, и прочие-прочие моменты. И я так считаю, что дети всегда должны меня слушаться. Но вот под словом слушаться у меня может быть абсолютно свое представление. То есть, значит, я им сказал черное, они должны сказать черное. Я им сказал белое, они должны сказать белое. То есть, как будто бы у них нет их мнения, их чувств, их собственного пути к познанию истины. Тогда, допустим, к примеру, мы можем увидеть противоречие в истории с блудным сыном. Сына уйти от отца это было волей отца, это было его послушанием, или это было его выбором? Это был его выбор. Поддерживал ли отец его в этом выборе? Мы не знаем, потому что отец молчит. Но по закону, по всем признакам, это было абсолютно неверное решение. И отец знал, что это решение неверное, и он знал, чем это кончится. Но он отпускает сына спокойно, легко, без напряга. Говорит, типа, сынок, ты хочешь? Иди. Тебе нужны деньги? На. И я знаю, куда ты пойдешь. И я знаю, во что ты превратишься. Но я разрешаю тебе это сделать. Потому что ты должен понять это сам. Я не могу в тебя втолбычить свою веру. Понимаете, да? Потому что часто по словам послушания мы как бы думаем, знаете, что я у себя скачал, вставил и ему скачал. Как будто бы у моего ребенка нету права на свой собственный жизненный опыт. И допустим, по словам послушания в еврейской культуре, я думаю, вы знаете, слово послушание имеет целый расширенный смысл. Услышать, понять, согласиться сердцем и выполнить. Этот путь достаточно долгий, чем просто сказал и сделал. Так же? И поэтому по словам послушания это может быть целый процесс, что я говорю, сынок, пойди, а сынок говорит, я не хочу. И он может проявлять как бы даже какого-то рода непослушание, но это не значит, что процесс воспитания не действует. Так же? Хотя он не сразу со мной согласился, но это процесс воспитания, процесс его выбора. Так же? То есть он должен меня слушаться, но он не обязан четко выполнять мои команды. Правильно? У него есть свое право выбора, у него есть право на ошибки. У него есть право на собственный опыт, который он должен приобрести. Понимаете? Но если мы подразумеваем всегда должен меня слушаться, и я ребенку говорю, сынок, ты сегодня одевай вот эти штанишки, а он говорит, не хочу. и у меня внутри жах, как это не хочу. Да ты должен меня слушаться. Понимаете? А почему? Смотри, даже, ребят, жены должны ли жены повиноваться мужьям, или не должны? Должны по Библии. Конечно, должны по Библии. Но что это значит? Понимаете, здесь грань настолько тонкая, что люди, которые этой грани не понимают, и у них есть, допустим, убеждение, к примеру, я говорю жене, жена, свари мне борща, к примеру, она говорит, я не хочу борщ, я сварю сегодня, допустим, рассольник. Я говорю, нет, я сказал борща. Она говорит, муж, ну мы все уже рассольник хотим. А я говорю, нет борща, почему я настаиваю? Хотя про себя думаю, да и рассольник неплохо-то, так же? Но у меня катаклизм, почему? Она же должна. И даже если она предлагает нормальный, другой, альтернативный вариант, да не имеет она права на это. Я сказал, я же муж. И вот это нерационально, это глупо. Потому что у человека в сознании как бы такая, план, я сказал. И я должен отстаивать свое мнение любой ценой. Я сказал борщ, значит будет борщ. Я это видел, ребята, я не придумываю эти ситуации. Когда скандал в семье верующих людей возникал насчет таких мелочей, и где муж, беря библейский текст, становился просто узурпатором. И он сам этого не понимал. Он понимал, что вокруг этого столько скандалов, и он сам мучается, но не мог мучаться. Но она же должна слушаться. И это становилось проблемой. Почему? Должна, обязана. Это стереотип мышления такой, так же? Как будто бы вот шаг влево, шаг вправо, уже нарушение правил, которые у него есть в сознании. Должна ли жена слушаться? Да, она должна. Может ли она не слушаться, имеет полное право не слушаться? Имеет ли моя жена право меня не слушаться? Да, конечно. Это ее отношение с Богом. Так же? Если она меня не слушается, у нее проблема вообще не со мной. Должен ли муж любить свою жену? Конечно же должен. Что делать, если он не любит? Писание говорится, не будьте суровы к своим женам, чтобы вам не было предковений в молитве. Не жена должна заставлять своего мужа его любить. Ты же должен меня любить. Так написано. Может ли муж не любить свою жену? Имеет право не любить. Это его собственный выбор. Как вы считаете? Или я говорю какую-то ерунду? Как вы считаете? Моя жена обязана меня любить? Да, она должна по Писанию. Может ли она меня не любить? Может ли она испытывать ко мне другие какие-то противоречивые чувства? Конечно может. Я не собираюсь ее заставлять. трясти Библию и у нее и кричать ты должна. Мне хотелось бы. Мне хотелось бы. Мне бы было очень приятно, если бы это было. Но даже если этого не будет, я не буду на нее злиться за это. И кричать должна. Должна. Может быть это и твоя проблема. Может это ее проблема. Так же? Но вот это слово должна, должен, обязан. Иначе никак раздувание этого до гиперважной ситуации и становится проблемом истерик и вот таких вот драм семейных. И чем мы в этом отношении будем спокойны? Допустим, мой ребенок меня сегодня не послушал. Мне его похвалить конечно нет. Сказать ему, что он неправ конечно да. расстроиться из этого, не спать ночью, грызть ногти, грызть ему голову. Зачем? Не надо. Вступать из этого в конфликт, терять свой мир из этого не стоит. Это нормально по-моему. Почему? Потому что каждый человек несет ответственность за свой собственный выбор и я даю право человеку этот выбор сделать лично для себя. Когда-то я когда-то мне попала книга по воспитанию детей, к сожалению я не запомнил ее от автора, я даже ее не почитал. Она лежала на книжной раскладке у нас в магазине книжном. Я просто подошел листал и мне в глаза бросилась одна фраза. Она меня в какой-то мере вызвала во мне некое возмущение, потому что она как-то противоречила моему уже определенному убеждению. Как наверное может противоречить то, что я сейчас говорю, что мужья имеют право не любить своих жен или жены имеют право не любить своих мужей, а дети имеют право не слушаться своих родителей, но за все это они отвечают перед Богом, но не передо мной. Короче, в этой книге было написано, были написаны такие слова, что дети, вообще родители не воспитывают своих детей и никогда не воспитывали их. Я читаю, может я что-то неправильно прочитал. не перечитаю, да, написано, что родители не воспитывают своих детей. И хорошо, что я почитал чуть дальше. И я не смог не согласиться, потому что это в принципе правильно. каждый ребенок воспитывает себя сам на основании выбора своего собственного, который он слышит вокруг себя. Допустим, возьмем Майю. Майя, ребенок. Я говорю ей, доченька, этот свет очень хороший, и я делюсь с ней моим собственным личным мнением. Майя отдельный от меня, абсолютно независимый человек. То ни продолжение меня, ни кабеля у меня к ней не тянется, где я просто передаю ей какую-то прошивку. Я делюсь с ней с моим мировоззрением. Допустим, Наташа подружка Майи. И Майя говорит, папа сказал, что этот свет очень хороший. А Наташа говорит, да ерунду папа сказал, это очень вредный свет. Это такой свет, что лучше туда не смотреть. Другое мнение. И допустим, по телевизору Ада рассказывает, вы знаете, что электричество дневное, и она что-то третье говорит. Все мы говорим противоположные вещи. И вот перед Майей стоит выбор, чье из мнений она сделает каким? Своим собственным. Так же? Вы понимаете меня, да? То есть Майя решает, она делает выбор. Она может послушаться папу, она может послушаться подружку, она может послушаться телевизор, так же? Она может послушать учителя в школе, никто не может заставить ее, она свой выбор делает лично сама. Поэтому ребенок себя сам воспитывает и формирует, но всегда под влиянием кого-то. И если я, как отец, имею на Майю влияние сильнее, чем подруга, телевизор или школа, тогда Майя будет выбирать всегда мою точку зрения и делать ее чьей? Своей собственной. Понимаете? Я это понял, когда Алисе, моей старшей дочке, было пять лет. Или, может быть, даже чуть меньше. Ты не помнишь этот момент, не знаю, может, я это тебе когда-то рассказывал, но я помню этот момент, как сегодня. В ванной я с тобой игрался, там что-то брызывал на тебя, и она так развеселилась, знаете, там вот эти брызги, там еще что-то, и так как-то вскочила, и так хохочет, и я вдруг смотрю на моего ребенка, и я вдруг понимаю, что передо мной стоит человек, абсолютно отличный от меня. Знаете, раньше я слышал, там матери говорили, ты моя там кровиночка, ты там моя пуповиночка, или что-то еще, к примеру. Я понимаю, что рядом со мной стоит абсолютно отдельный от меня человек, отдельный от меня вообще, да, мне он обязан только в том, что Бог меня использовал для того, чтобы родить его. это независимая от меня личность, со своим разумом, со своими чувствами, со своим выбором, то есть отдельная от меня личность, на которую я могу влиять, путем какого-то примера, или чего-то еще. Но, знаете, я это понял, когда я прочитал потом этот отрывок из этой книги, я понял, да, это так. И с тех пор я всегда старался, в воспитании своих детей, слава Богу, у меня все дети нормальные, в церкви и служат, и все, но я всегда придерживался правила. Я не могу заставить, я не могу навязать, я могу всего лишь повлиять, но это их выбор. И даже, у меня еще есть старший сын, и у него непростой путь, и к 24 годам он уже достаточно много ошибок сделал. То есть это мальчик от моих определенных там сложностей до уверования, и мы его забрали, когда ему было 11 лет, он попал ко мне в дом. Я никогда его до этого не видел. То есть он жил в другом городе, жил в очень неблагополучной семье, и наркотики там были, и алкоголь, и тюрьмы. То есть я об этом как бы не знал, это от меня скрывали, но когда я об этом узнал, я узнал так, что его как бы мать и приемного отца, их обоих посадили. Он ни в школу не ходил, ничего, короче. И вот мне сказали, его или в интернат, или ты его забираешь. Я не видел его в глаза, никогда у меня не было с ним связи. Но я знал, что это мой ребенок, и я его забрал в 11 лет. И несколько лет было вроде все нормально, а потом начались такие приключения, что в итоге я просто его отпустил. Он выбрал определенную для себя жизнь, определенный стиль жизни. Он сделал свой выбор и сказал, сынок, ты имеешь на это право, я тебя абсолютно не поддерживаю, но если ты хочешь этого, пожалуйста. Алис, ты помнишь это время? Вы знаете, для меня это было очень трудно. Но я понял, если я сейчас отдам свою радость и свой мир, и свою собственную, как бы я подставлю всю семью под удар, потому что из-за его ошибок мы будем страдать все. Я сказал, нет. Если он хочет ошибаться, если ему нужен этот опыт, пожалуйста. Я всегда приходил к нему на помощь, когда он мне звонил. Куда там надо было бы помочь ему, выбраться из какой-то ситуации. Я приезжал, помогал. Если он после этого сразу от меня уходил, я его отпускал легко, я не заставлял его, меня любить или слушаться. Я просто ждал, когда придет время, когда он поймет, что ему нужна семья, ему нужен отец. И, слава богу, это время пришло, и он сейчас в церкви, и все налаживается. Но это время я прожил, не грызя ногти, не раздражаясь на моих детей, как бывает. Кто-то грешит, кто-то ошибается, а все за него расхлебывают. Допустим, я пришел на вас такой злой, и всех вас тут ругаю, потому что меня жена не послушалась. Ну, не послушалась, ну, что делать? Понимаете, да? То есть, надо уметь это как-то разделять, что ли, и давать людям право допускать свои ошибки. Но, естественно, это не умаляет важности. Ну, допустим, важность детей в моей жизни. Вы знаете, я не живу ради детей. Дети не смысл моей жизни. Если они будут идти дальше за Богом, я буду очень рад. Это сделает меня счастливым. Если они не захотят служить Богу, это их право. Конечно, все, что я могу сделать для того, чтобы помочь им идти за Богом до конца, я сделаю. Это моя ответственность. Потому что, смотрите, Ильи, священник, погиб не за то, что его сыновья выбрали не служить Богу. Сыновья мои... Самуила тоже не пошли за Самуилом, но Самуил из-за этого не пострадал. Потому что Самуил, как человек, сделал все, что от него зависело, возможно, чтобы помочь им. Но они сделали свой выбор. Понимаете, да? К чему я просто говорю? Что, когда что-то мы делаем для себя гиперважным, причем с такими именно иррациональными убеждениями, должна, обязана, мы сразу подставляем себя под целый ряд проблем и ударов. та же самая работа взять, карьера, начальник, сотрудники по работе, так что угодно. так же? Чем больше мы наделяем это важностью и чем больше у нас иррациональных убеждений, тем больше у нас конфликтов. Чем меньше у нас таких убеждений, обязан, должен, только так и не иначе, да? И чем меньше в нашей жизни вещей, которые мы говорим, это важно для меня, тем нам легче. Тем мы просто легко и легче идем по жизни. В нашем сердце мир, а, ребята, а когда в нашем сердце мир у нас мозги нормально работают? Потому что когда у нас конфликт, у нас просто мозги не работают. Мы не знаем, как правильно отреагировать, так же? Мы допускаем ошибка за ошибкой, но когда у меня мозги нормальные, когда у меня в сердце мир, я более здраво могу мыслить, я могу принимать правильнее решения, так же? В отношении моих же собственных детей, когда я не позволяю истерике меня зашкалить, так же? В отношении даже своей собственной жены, Если вдруг она допустила ошибку. Потому что если меня зашкалило все, я сам не в адеквате. Так же? И я ни ей не помогу, ни детям, ни самому себе. Поэтому я думаю, что мы говорили такие достаточно сложные вещи. Может быть, в чем-то трудно как бы перевариваемое. Кому показалось сложным, о чем мы говорили? Поэтому над этим нужно поразмыслить. Ребята, и я еще раз подчеркиваю, что я делюсь с вами просто своими мыслями. Ни в коем случае я не утверждаю, что это истина. То есть это мои мысли, это то, как я пробую в своей жизни что-то из этого. То есть я вижу, что мне это помогает. То есть вы свободны это принимать, не принимать, перефильтровывать. Может быть, я подсказал вам о материалах, которые я использую. Вы можете сами это перечитать, пересмотреть и сделать свои собственные выводы. Но с этим надо со всем разбираться. Потому что это очень важно. И от этого зависит наша жизнь. И не только наша жизнь, но и наш успех, и в служении, и во всем. И в той же семье, и в воспитании детей, и в карьере, и везде. Это очень важно. Хорошо, хорошего вам вечера. Благословений. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok